Приветствую вас, уважаемые телезрители! Эту передачу я обозначил как размышление о целомудрии, обычно мы понимаем это слово буквально, но мне хотелось бы поразмышлять перед вами в ином ракурсе. Ведь наша молодая белорусская нация была суверенной и остается ей, но была и единой еще три месяца назад. Нас соединяли миролюбие, терпимость друг к другу, взаимное уважение. У каждого из нас всегда были разные взгляды. Кому-то нравилась Европа, кому-то Россия, кто-то радовался хорошей жизни, кто-то был недоволен. Мы часто предавались дискуссиям или спорили, но мы были одним целым, одним народом. Верю, что и останемся им. И вот это было возможно, потому что мы думали или за нас думали о приоритете целого над частным. Смотрите, так просто. Это же математика второго класса. Первое слагаемое – второе, а результат сложения – целое. Первый множитель, умножитель умноженный на второй множитель дают произведение. Какое же это красивое по смыслу многозначное слово – произведение. Это и продукт производства, и результат творчества, прекрасное творение искусства, шедевр. А вот обратное математическое действие называют вычитанием и делением. Результат вычитания – разность. Результат деления – частное. Частное выражает не только суть оторванной части, но и трактуется как личное, единичное, собственное. Частное мнение, частная проблема, частная собственность. Так что же все-таки происходит сейчас с нашим обществом? Это размышления вне политики. Одни вычитают из своей цельности других, обосновывая это разностью взглядов. Значит, кто-то делит нас на части. Ведь без делителя произвести деление, ну, просто невозможно. И, мне думается, разделяет нас грех гордости, гордыни, зависти, обидчивости и мести. А еще грех ненасытного блуда. Только не в том классическом значении сексуального инстинкта, а в понимании, как блуждание во тьме наших скрытых и явных желаний и похотей. Как невоздержанность и вседозволенность в слове, словоблудие. Как измена целому, цельному, чистому, идеальному. Конечно, грех подогревают снаружи, подсыпая соль на наши многочисленные ссадины и раны, используя слабые места души. Но от этого наша вина, наша вина, как тех, в ком укоренились и плодятся грехи, не умаляется. Убеждения людей не выступают делителем. Они являются разностью, которая никогда до этого момента не мешала нам быть целым, потому что никто нас не сравнивал. Появился делитель, и наша разница стала для нас принципом. Что произошло? Мы раздробились. А ведь можно сказать, что потеряли целомудрие, то есть знание о целостности и благоразумии. И, возможно, возможно, это одна из причин случившегося общественного кризиса. В свято-отеческой литературе под стяжанием целомудрия подразумевается процесс собирания человека, собирания в ту гармоничную личность, которую изначально задумывал о человеке-творец. Личность имеет достоинство образа Божьего, приобретает сыновство Богу через свою любовь к Нему, то есть дерзает на столь благородное родство. И вот в ответ на дерзновение и решимость Дух Божий оживотворяет человеческую природу. Разум наполняет мудростью, тело здравием, а психику, чувствами и волей реализовывать данные Господом таланты, чтобы служить ими людям. Достоинство человека, его честь, это и есть его целостность, которая выражается прежде всего в таких качествах, как целомудрие и благородство. А потому верность это еще один спутник целостности натуры. Ведь по сути это внутренняя осознанная необходимость сохранять цельность, общая, идеальная. То есть, если хотите определенную матрицу. Посмотрите, девственник хранит верность Богу. Целомудренный супруг супруге. Человек чести предан Отечеству. У целомудренного человека все имеет возвышенное звучание. Например, любовь. Она для него является истинной скрепой семейных уз. У человека нецеломудренного, распущенного, развратного, разнузданного, раскрепощенного, называйте как хотите. У такого человека любовь сводится лишь к удовольствию тела. Для него важна в отношениях сексуальная совместимость. И, естественно, таким не нужны брачные узы и дети. Для них это цепи. Таким не нужно и государство, ведь оно сковывает моралью и законами буйные страсти, которые порой ложно принимаются за желание свободы. Блуждающие в поисках земных удовольствий никому и ничему не смогут хранить верность, потому что они будут ведомы плотью. Куда она их позовет, туда они послушно и побегут. У заблудившихся в желаниях и страстях нет ориентиров и нет других целей, кроме как удовлетворить их. Эти желания и страсти они будут ими услаждаться и еще больше распаляться, но останутся ненасытными. Они совершат множество ошибок, разобьют множество судеб. Кстати, во многих славянских языках ошибка переводится как блонд, однокоренное слово блуд, но об этом в нашей следующей передаче. «Музыка» 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 «Музыка»